всем привет друзья на связи smart и сегодня вы услышите историю дома который находится на улице натальи уже 82 кадры этого дома облетели весь мир но никто не знает что с людьми никто не задается вопросом где они никто даже не знает о том что под обломками кирпичей находятся люди наш горсовет не знали дослужился достать людей из-под завала многие люди числятся пропавшими они находились в этом доме на 16 этаже находится тело человека которого так и не достали несмотря на то что война чуть-чуть отодвинута от города Харьков и вы услышите эту историю от жильцов этого дома также хотелось бы попросить вас чтобы вы распространили это видео чтобы об этих людях услышали все жители Харькова и по возможности Украины то что творится здесь не поддается никаким объяснениям о людях забыли в Харькове идет война против жителей северной салтовки более подробно в нашем сюжете подписывайся на наш канал ставь палец вверх под нашими видео продвигайте наши видео это очень важно чтобы у людях у северной салтовки знали люди иностранные делегации возле нашего дома был и президент зеленский и и премьер-министр Шмыгаль и это председатель Евросоюза Бербок о Германии Лена Бербок извините фамилию вот и как бы все смотрели ужасались но о жителях никто не вспомнил и не спросил где же находятся люди собственно из этого дома в нашем доме есть погибшие и пропавшие без вести которые до сих пор находятся в этом доме наш дом мало чем отличается от дома который не при пострадал отличается тем что наш дом пострадал первые дни войны то есть тогда все были в глубокой растерянности не понимали вообще что делать и как это все будет дальше происходить но потом же уже страна начинает приходить в себя город город говорит отвечают нам куда мы не стучим какие двери нам отвечают то закона нет мы ждали этот закон до 22 мая с надеждой но 22 мая выяснилось что проблем теперь еще больше этот закон разделили на три части первой части выплата будет тем у кого минимум пострадала квартира там окна вторая часть там чуть побольше или в самую последнюю очередь в конец очереди отодвинули тех кто пострадал больше всего кто остался полностью без мало того что без дома абсолютно без всего имущества вот мы например с мужем живем с двумя сумками хозяйственными снимать квартиру не за что потому что я работаю на минималку он потерял работу вообще из-за эти деньги мы можем только выживать ну кушать ага снимать квартиру нет поэтому добрые люди друзья знакомые приютили нас то одни то другие вот так вот скитаемся также и все жители подъезда в основном да вот а в ответ что подождите нет нет денег деньги в городе городе деньги есть на клумбы я извиняюсь клумбами засажено все красота парки это все хорошо когда в стране мир когда есть где жить а когда ты идешь и понимаешь что ты идешь не домой ты идешь к людям которым ты уже надоел ну вот вечером и поливают эти цветы и тебе просто очень больно что а вот тебе в этот момент не помнят или не хотят помнить я не понимаю как это происходит действительно самый известный дом во всем мире неужели нельзя в городе найти 63 квартиры чтобы отселить этих людей а в результате этого тогда смогут его снести и помочь людям во втором подъезде реставрировать свои квартиры и заселиться это получается замкнутый круг мы попали в какую-то ловушку страшную ловушку безысходности просто вот реально ждали 22 мая и в этот закон нас просто добивает вообще мы не можем понять что нам теперь дальше вообще делать мы просим город пожалуйста найдите средства выкупите в строк построенных уже домах нам квартиры и ну дайте пусть даже не меньше площади к ну как что было свое жилье что было где доживать потому что всю жизнь собирали собирали на эти а некоторым жить еще всю жизнь собирали на эти квартиры всю жизнь скопили деньги наконец купили сделали ремонт вот лично мы в двадцатом году сделали ремонт купили новую мебель технику и все-все пропало просто вот я каждый день рыдаю каждый день пью таблетки которые но успокоительные они меня уже не держат и не знаю как дальше жить такое в отчаянии жить нельзя большая просьба помогите пожалуйста все кто может обратите внимание на нашу проблему я не знаю больше что еще сказать мы надеемся что у нас адрес адрес это наш дом улица Наталья Ужвей 82 город Харьков первый и второй подъезд первый подъезд пострадал полностью и уже принято решение ясно его сносит только вот как-то все с этим тянут а второй подъезд на 60 процентов как сказал Игорь Александрович мы кстати с ним встречались у нас есть акт заключения что дом подлежит сносу не сносят потому что говорят что как бы некуда некуда отселить отселить не отселяют потому что потому что дом стоит есть адрес и даже кто-то живет нет никуда ну нет не могут дать не предоставить нам жилье не отселяют потому что потому что дом стоит дом стоит и есть адрес вот например нам приходят еще квитанции на коммунальные звонят мне по телефону звонят мне по телефону что у вас там задолженность по свету около двух тысяч я говорю уже полтора года нет дома ну приедьте отрежьте свет если вы так считаете они говорят что отрезать мы отрезать не будем но если вы захотите выехать за границу или взять кредит у вас будут проблемы вы кредит не получите за границу вы выехать не сможете поэтому решайте этот вопрос нет и пишите заявление там ну как-то выясняйте в общем я еще должна ездить и там рвать сердце за то что мне присылают квитанции за вот это то что осталось от моего дома а у вас кооператив или жилком сервис жилком сервис а тогда же начальник участка жилком сервиса должен был составить акт уведомить службы о том что война все растерялись и отъехались а на сегодняшний день он ничего не сделал я не знаю еще два месяца назад мне звонили по телефону и предупреждали о том что у меня задумали это все очень сильно ранит это все отопление у меня в августе месяце вдруг появились долги за отопление если я до 20 февраля платила полностью все так как я выходила на работу отвечают что надо ходить и добиваться чтобы вам дали справку что дома вашего нет у нас же страна в смартфоне это же все как бы где-то отражается что вот а по этому адресу уже не поставляются там услуги не предоставляются ну как бы все махнули рукой поэтому как бы в отчаянии такое что мы уже на грани я не знаю я приезжаю к дому как на кладбище поплакать и вспомнить о том что я потеряла и такси потому что никто не знает что делать с нами потеря устойчивости точности 65 процентов будут его ремонтировать когда его будут ремонтировать на снос первого подъезда сказали нужно 90 миллионов их нет но разговаривали с мэром он приезжал полгода собак деньги есть на цветы 90 миллионов да он так сказал ремонт чаши озеро нашли деньги в парке горького я рада что отремонтировали эту чашу отремонтировали фонтаны посадили цветы а что делать на когда мы живем уже полтора года нигде не живет весь город живет везде есть вода свет все радуются они живут нас нету нигде нас нету мы серые люди они называют серые причем 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 при этом наш дом самый известный во всем мире дом и вот тут есть погибшие никто не спрашивает или где же где люди им выплатили хоть по какой-то сумме для того чтобы они начали где-то как-то обустраиваться как можно ну да вот я по не получаю минималку это 5 200 на руки я за эти 5 200 я выжить не могу я просто не могу слава богу какую-то гуманитарку насобирали когда вот это вот было активно давали это все на этих кашах выживаем это все мелочи это все можно выдержать невозможно выдержать то что невозможно понять когда это будет и будет ли вообще хоть что-нибудь подарите какую-то надежду нам отвечают после войны когда это будет после войны вот скажите после войны будут другие проблемы очень много на него деньги нашлись отстроить музыка освещение все а те кто реально как бы нуждается и не знает дальше где преклонить свою голову я звоню две недели живу у знакомых звоню следующим вы не выгоните нас если мы у вас две недельки поживем это возможно вообще как так жить ну точно так вот я приехала сумской области там люди а тут я четвертый день живу знакомых чужая не знаю куда приткнуться в городе я тоже не могу знакомых а город не предоставил мне общежитие нет нам предлагали колька место в Харьковской области колька места с человека можно выживать душ один на первом этаже работает с 11 до 4 горячей воды нет надо стазиком туда идти и он открыт с 11 до 4 на ключ вот ну и вообще тараканы тараканы обкусали ноги вот это я вам честно я не выдержала просто дело в том что есть пожилые люди которые за 80 у нас эти ветераны и участники войны и чернобыля и как их вот в общежитии куда их если нет лифта как полу не предлагали без лифта девятый этаж шестой этаж без холодильника я постираю но холодильника нет четыре кровати в комнате и дальше лежать и стоять можно в командировку на 2 дня съездить никаких денег вообще 82 вообще вот именно наш дом ничего красный крест в очередях километровых на чернышевского 55 простояли вам ничего не положено да мы не входим не в одну категорию мы не многодетные мы не инвалиды мы не мы не малоимущие вы зарегистрированы как малоимущие до войны нет ну тогда извините это ж не от нас зависит да вы вообще не имущие но зависит не от нас извините мы не можем вам написать 2 700 можно не утрожить скажите мне пожалуйста у нас таких много в доме тоже никаких льгот кроме пенсии мы говорили с игорем александровичем он как бы нас обнадежил что построит новый микро и месяц и будем разбирать разбирать этого года этого года планировала встречались феврале по-моему январе как бы обнадежил мы уехали с надеждой ну а потом как ждали закон этот когда выйдет закону когда вышел закон и нас отобвинули в самые задворки понимаем что у нас пытаются чтобы мы как успокоились это самый поумирали у нас уже два соседа умерли от инсульта достаточно молодые 55 лет и 50 потому что не могут выдержать это вот это вот состояние когда ты не понимаешь вообще дальше как жить собачевский дядя валера да люди умирают от инсульта потому что потому что состояние ужас хотя бы какие-то рамки сказали там что до конца года мы придумаем куда вас расстелить или как-то или выплатим вам эти ваучеры вы будете искать ничего же вообще не понятно а сначала в законе не было сказано трех этих этапах которые будут там они разделят это на три этапа сначала у кого окна побиты да эти могут потерпеть у кого окна побиты можно в конце концов лето на дворе можно забить чем угодно а тем кому жить негде куда деваться расскажите мы понимаем что вся северная салтовка страдает что все тут вообще ужасно все вокруг мы понимаем это ну когда вообще не подняться нельзя на этаж я живу жили вот на восьмом этаже в этом доме и вот теперь я смотрю на свои окна не могу игорь александрович сказал что северная салтовка защитила весь город вот пускай теперь не только защитит нас а теперь получается на северная салтовка как говорят приняла на себя первая удар да и это не за это да я говорю сейчас за всю северную салтовку и сейчас я северная салтовка страдает да и на ее просто бросили на нее просто никто не обращает внимание людей бросили бросили дома бросили все отказались от нее понимаете это серая зона это зона на которой не фаг не горят фонари это от зона которая получает гуманитарку это может быть это ее не дают надо выхватывать его я не знаю зубами просто людям которым жить не и людям которые просто устали от всего скитаться по всей украине по всему харькову по всему как говорится в миру рост и ее просто просто северную бросили я говорю сейчас просто за северную полностью салтовку говорили вот молодцы какие у нас люди тут какие молодцы за жилами ли выжили дома закрыли весь харьков и что теперь они сделали вот что что чем они нам помогать, что они не хотят. В Днепре нашли возможность как-то помочь людям и им дать какое-то жилье. Почему нас нет? Новостроев пустых стоит, море, на холодной горе микрорайон построенный, пустой. Здесь вот возле экватора то же самое. Неужели нельзя найти, ну вот реально, где невозможно восстановить квартиру, и это понятно, неужели нельзя найти, пусть меньше площади, любую квартирку, куда можно заехать. Ну да, но закон же говорит о том, что ваучеры можно использовать только на строительство, причем стройматериалы приобретать только там, где будет указано. И квартиру покупать только на первичном жилье, на первичном строительстве, рынке. А то, что не хватит, надо доплачивать своими деньгами. Какими? Какие деньги? У нас стоимость квартиры на данный момент, стоимость квартиры, не новой, а вторички, полтора миллиона в среднем. Если этой суммы будет недостаточно, где нам брать к этому ваучеру? Кто нам поможет? А как бы на вторичном рынке можно было бы купить однокомнатную с какой-то меблишкой, чтобы заехать и жить, а не биться дальше, заполучить, если даже этот ваучер и купить эту однокомнатную, где стены одни и ничего больше. И купить не за что, постелить матрас на полу и спать. Ну хорошо, и семьи, у них по четыре чайка, по три чайка. Что им покупали? Гостинку? Как они только стоят в этой гостинке? Как ютеться? А у всех были тут трехкомнатные, двухкомнатные квартиры. Купленные за свои деньги. Мы 60 тысяч отдали за свою квартиру, когда покупали. Детей снимали буквально на прошлой неделе. Я подъезжаю, я проезжаю, все делали пазы, ребенок собирают пазы, вот на один дом. Это нормально вообще? Я подъезжаю тоже к дому, сидит девушка в вышибанке, фотографируется на руинах и в руках держит подсумок, который стоял на моей кухне. У меня сердце разорвалось полностью. Я говорю, где вы его взяли? Она тут валялся. И она улыбается, хохочет. Я говорю, тут люди погибли, вам смешно. А на что здесь такого? Каждый день, каждый вечер, каждое утро. Здесь постоянно все снимаются. Тут в любви с ангелскими крышками, крылышками фотографируются и в любви признаются. Каждый Божий, тут нет такого дня, чтобы сюда не приехали и чтобы здесь не снимались. А иностранцы постоянно? Ну, я понимаю, что это же не музей. Это же не музей, правда же? Ну, хотя бы кому-то пришло в голову спросить, а где люди вот эти вот все вот из этих квартир? Где они? За что они живут? Где они живут? И как им помогли? Никто. Ни разу не. В безвести пропал человек. На 16-м этаже Якуша Петр. На 16-м 64-й квартире. Его просто не нашли. Неделю мы его набирали на телефон. Вызов шел, труд конкурс. Ну, все, его нет. Под руинами его не нашли. Где он? Либо в лифте. Его вывезли, скорее всего. Откуда? Нет. Алена на 16-м нанимала скалолазов. Походила же по квартире. Ну, Якушова Наташа, Олег, вот, Алёнка, Андрей Зиновьевич наш. Царство ему небесное. Ну, на 16-м. И Пети нету. Обзванивали все морги. Обзванивали, это же именно вот 22-м. Значит, ну, там такая температура была, что в квартире. Я залезла с одним парнем, там, рискуя всем по скрученным лестницам. Не надо было увидеть свою квартиру, что, может быть, там хоть что-нибудь на память осталось. Я 5-го июня в прошлом году залезла в эту квартиру. Ну, там пепел пощикало. Значит, больше нечего. Нас запустили 18-го мая. Я с ИСЛУшниками, с ребятами, ну, значит, с руководством. Нам разрешили 18-го мая. Мы пришли. Вот. Лестничный проем есть только до 8-го этажа. Вот, именно лестница. После 8-го этажа пропасть. Там пропасть, да. Все. Ну, вот, 6-й этаж. Это Малинина Люда на 7-м жила. Мы на 6-м. Беда Люда здесь. С этой стороны. Вот, Влад тоже здесь. Вот, да. Четвертый этаж. Половина людей живут... Вы не представляете, где. Вот, братишка Галка вместе с Витей увидели инсульт. Уже третий. Она мне звонит, говорит, что, как. Здесь, да, в Харькове квартиру снять можно. Бесплатно. Чисто платить коммунацию. Им приходится в Полтавской области за 40 километров от Полтавы жить в какой-то деревушечке, печное отопление. Ни душа, ничего. Это людям, тем, которым по 75 плюс. А сколько у нас все тут, в нашем доме, всех пенсионеров? Можно, как бы, заключительную просьбу, обращение к властям, чтобы реально услышали нас, пожалуйста. Услышали и помогли. Все, кто может, хоть как-нибудь посерите нам. Дайте нам надежду, потому что иначе реально очень трудно. Жить вот так, понимая, что все, все, что ты всю жизнь наживал, ты все потерял, и тебя только отталкивают, и говорят, денег нет, все. Мы не теряем надежду, что все-таки нас услышат и нам помогут. Мы надеемся, что обратили внимание на наших жителей. Итак, это был рассказ жителей по дому улицы Натальи Ужий, 82. Когда слушаешь этот рассказ, на глазах наморачиваются слезы. Это полный рассказ жителей по этому дому. Я ничего не обрезал, ничего не удалял. Я сделал вывод, что городские власти бросили этих людей. Нет финансирования, нет квартир, нет ничего. Жители этого дома все так же получают платежки по коммунальным услугам. Им блокируют карты. Им угрожают, что если вы не заплатите долги, то вас не выпустят из Украины, и что они не смогут взять никакой кредит в нашей стране. Хотя документы на то, что этот дом не подлежит восстановлению, должен быть у каждой организации, так как много домов на Северной Салтовке уничтожены. И в них не проживают люди. Но, к сожалению, продолжаются начисления. И как с этим бороться? Напишите в комментариях. Что делать? Подать в суд? Ведь на это нужно время, деньги. Этого нет у людей. Дорогие зрители, если у вас есть знакомые, или вы знаете о каких-то организациях, кто может помочь этим людям, напишите, пожалуйста. Им нужна помощь. Хотя многие говорят, что этот дом нужно оставить как памятник в борьбе с Россией. Но люди, к сожалению, не думают, что этот памятник, этот музей может сыграть злую шутку с жильцами этого дома. Поэтому у меня хотелось бы спросить. У тех людей, кто говорит, что этот разрушенный дом должен стать как памятником, что у вас в голове? Большинство людей, которые фотографируются с этим домом, даже не задаются вопросом, а что с людьми? Живы ли они? Это эгоизм, которого не должно быть в нашем Харькове. 5 марта, когда сюда прилетела ракета, в этом доме были люди. И многие люди погибли в этом подъезде. Мы зашли в этот дом и дошли до четвертого этажа. Дальше было идти опасно и страшно. Но с другой стороны, люди доходили до восьмого этажа. И нам стало интересно. Возможно, в другой раз мы обязательно поднимемся выше. Как видим, дом горел, дом разрушен полностью. Завалы дома не убраны. Демонтажа разрушенного здания не произошло. Хотя это обещали сделать в мае месяце. Уже конец мая. Друзья, на этом у меня все. Помогите распространить это видео. Люди должны знать историю этого дома. Жители Харькова должны знать, где они делают свои фото. И люди должны проявить уважение к жителям этого дома. Ведь им сейчас очень плохо. Поставьте палец вверх. Подпишитесь на наш канал. Впереди будет много интересных видео. До новых встреч. Всем спасибо. Всем пока.